Коллеги, всех приветствую! Меня зовут Башаев Алексей, я являюсь консультантом-аналитиком компании Каберлайн и сегодня мы с вами детально рассмотрим систему бюджетирования в программе 1С ERP управление предприятием. Сегодня, повторюсь, мы рассматриваем с вами программу 1С ERP управления предприятием. Программа большая, очень серьезная, очень большая поддержка для производственных предприятий, своего рода продолжение линейки 1С управления производственным предприятием, старая версия 1С УПП. Программа в первую очередь рассчитана на оперативную деятельность, в ней очень хорошо, с множеством переделов и спецификаций прописано в управлении производством. Мощно регламентированный учет, это, в общем-то, трансляция всех возможностей 1С Бухгалтерия Корп в полном объеме. Но так как эта программа в первую очередь рассчитана на оперативный учет, то, к сожалению, управленческий учет, то, что за рамками красного квадрата, красной рамки, находится, это, скажем так, вопросы второго эшелона, они не так хорошо, не так детально прописаны, как оперативный учет. Соответственно, ждать чего-то очень большого, мощного от управленческого учета, от подраздела бюджетирования, от международных стандартов не стоит. Здесь эти вопросы хоть и неплохо отработаны, но все-таки в облегченном виде. Давайте посмотрим вот тот регламент, те вопросы, которые я делал перед вебинаром, специально для того, чтобы как-то оценить уровень сложности и уровень широты функционала этой программы. В первую очередь это, под номером 1, основные возможности и преимущества бюджетирования в 1СРП. Как я сказал, бюджетирование сделано очень неплохо, особенно конструктор форм бюджетирования, ну, наверное, один из лучших. Это мое субъективное мнение, я с очень большим количеством программ работал, и не только с 1С-овскими. И вот считаю на своем экспертном уровне, что здесь конструктор сделан такой дружественный и повернутый лицом к пользователю. Но при этом все-таки функционал бюджетирования, он несколько ограничен. К примеру, очень мощный инструмент есть зависимые обороты, когда на основе какой-то одной статьи автоматически формируются статьи дочерней. К примеру, вот выплата заработной платы или начисление заработной платы. Сразу же при настройке зависимых оборотов формируется и начисление фондов. Статья выручки, можно сразу же сформировать начисление налога на прибыль, ну и так далее, и тому подобное. Так вот, в 1С-ЕРП этот функционал есть, но несколько упрощен. Нет возможности перекрестного формирования зависимых оборотов. То есть на основе статьи «Движение денежных средств» нельзя сделать зависимые обороты по БДРу и наоборот. Это немножко усложняет задачу, но это нужно принимать как факт. Поэтому я ставлю галочку, но из-за того, что все-таки несколько облегченная, я галочку ставлю маленькую. Методы бюджетного планирования. Но это больше административный вопрос, связанный с бизнес-процессами внутри организации. Как будет построено вертикально, горизонтально, в разрезе организации, ЦФО, подразделений. Это, как я сказал, по внутренней учетной политике и по внутреннему регламенту бюджетирования. Но программа, в принципе, позволяет это все делать. Моделирование финансовых планов. Здесь все хорошо, галочка большая. Мы сегодня с вами посмотрим, как это происходит. Планирование оплат по планам продаж и закупок. В этой программе эти два блока разделены. Блок бюджетирования и блок планирования закупок. Это немножко разные блоки и планирование закупок. Мы сегодня не будем детально рассматривать, потому что он за рамками бюджетирования все-таки. Но на этот вопрос я вам отвечу. Планирование оплат по планам продаж и закупок возможно, но немножко тоже своеобразно. Нет прямой возможности формирования заявок на расходы денежных средств и план поступления только через заказы поставщику, к примеру. Если мы делаем закупки какие-то. Поэтому есть возможность, но все-таки с особенностями. Маленькая галочка. Интегральная возможность бюджетирования. Да, бюджетный процесс и блок бюджетирования может обращаться к разным системам, но в таком тоже несколько облегченном виде нет серьезного и мощного блока настройки трансляции данных. Поэтому маленькая галочка также. Оперативные конторы расхода денежных средств – та же самая не то чтобы проблема, а особенность. Мы можем контролировать движение денежных средств, но в бюджетных формах необходимо настраивать особенные формы. Там показатели. Сегодня мы с вами это как раз посмотрим в плане казначейства. Но здесь казначейство также неплохое, дружественное, но все-таки облегченное. Поэтому галочка тоже маленькая. Скользящее планирование – все в порядке. Анализ бизнес-модели бюджетирования – маленькая галочка. И этот пункт состоит из двух подразделов. Вот сравнение фактических и плановых данных – все в порядке, большая галочка. А вот сравнение сценариев – прямой функционал, такого нет. И необходимо до настройки непростые, поэтому галочка маленькая. Регламент бюджетного процесса – все в порядке. Оценка исполнения бюджета – в принципе тоже все в порядке. Теперь предлагаю перейти в программу и посмотреть, как это реализовано на программе, как это выполняется. Здесь в принципе ничего особо нового нет. Стандартный вариант – это интерфейс так называемой такси, где разделы в левой части. И нам сегодня необходим раздел бюджетирования и планирования. И необходимо начинать с пункта меню настройки и справочники. У нас в нашем рекламенте, в нашем плане один из первых пунктов – это модели бюджетирования. Здесь это реализовано следующим образом. Пункт меню модели бюджетирования. Проваливаемся сюда. Здесь некий перечень бюджетов, так как это демо-программа, до меня уже были настроены некие модели. Вот я сделал отдельную папочку вебинара. Это не модель, это просто папочка. А в этой папочке модель бюджета организации. Что такое модель? Это просто некая группировка по тематике, по бизнес-направлению. В эту группировку удобно включать однотипные, однотематические бюджеты. Давайте посмотрим, из каких реквизитов состоит. Настраивается достаточно просто, но тем не менее давайте пробежимся. Действует указываем период. Традиционно период указывается год, и я так же поступил. Но вы можете сделать и месяц, и квартал, и полгода, как вам удобно. Группа моделей вебинара – это моя группа. Бюджеты по организациям – это я сделал возможность отбора по организациям. Также можно сделать бюджеты по подразделениям. Не стал усложнять, и это не стоит целью. И утверждать бюджеты. Вот эта галочка довольно интересна. При постановке этой галочки в бюджетах появляется вот эта окошечка статуса. И мы в ручном режиме можем статусы менять на соответствующее положение. Если этой галочки не будет, то в бюджетах и статуса не будет. Я поставил, чтобы мы могли утверждать бюджеты. Далее. Бюджетный процесс чуть-чуть позже. Сейчас перейдем к вкладке «Виды бюджета». Вот как раз в этой вкладке мы прописываем ту бюджетную модель, которая нас интересует. Здесь мы можем прописать и бюджет, и движение денежных средств, и планфактный бюджет, и бюджет доходов и расходов, бюджет закупок, и чего-то там еще какие-то функциональные, бюджетные бюджеты, бюджет производства, бюджет затрат административного управления и так далее и тому подобное. Они в принципе построение типовое, поэтому я не стал здесь очень широко список увеличивать, чтобы не тратить время ваше. Лимиты расхода денежных средств. Давайте сразу же зайдем сюда и посмотрим. Я в своем неком сценарии взял несколько статей, и одна из статей – это оплата заработной платы. Для чего? Чтобы мы с вами потом посмотрели, как лимиты расхода денежных средств работают. Мы с вами пройдемся по начислению заработной платы и выплате, и посмотрите, как отрабатывает программа. Лимиты расхода денежных средств формируются очень просто. Вот кнопочка «Создать», открывается окно, и мы заполняем необходимые данные. Давайте посмотрим, что я здесь заполнил. Владелец бюджета организации – это наша папочка. Статья бюджета «Оплата заработной платы» дублируется. Периодичный изгод на весь бюджет. И организация. Но организацию я здесь не выбирал, так как это база демонстрационная. Здесь непросто сделать отбор, поэтому не стал усложнять ситуацию. В принципе, вы можете делать отбор, когда у вас база будет ваша, вы будете уверены в ваших данных. Здесь все нормально работает. Теперь сценарий. Так как мы делаем плановый, соответственно, и оперативный сценарий сделан наш по оформлению плана. Не запоминаю. Мы с вами сформировали несколько бюджетов. Точнее, мы их только, в принципе, озвучили. Но чтобы их формировать, нам необходимы, как минимум, строки, статьи бюджетов и, возможно, показатели. Что такое показатели? Давайте по очереди. Перейдем сначала к заполнению строк бюджета. Настройки и справочники. Статьи бюджета. Проваливаемся сюда. Сформировал папочку вебинар. Здесь BDS, BDR. Как я говорил, вот несколько статей оплата заработной платы, оплата налоговых сборов на вход, оплата поставщику, поступление от покупателей заказчиков. Понятно, что это очень условный набор статей. У вас будет значительно шире. Но опять они формируются допитно. Поэтому не стал очень сильно расширять. Проваливаемся в карточку статьи. Смотрим. Наименование, ну, стандартная плата заработной платы. В группе BDS есть возможность расшифровывать по аналитикам. То есть, если вы хотите эту статью привязывать к ЦФО, к подразделению, еще каким-то показателям, это можно сделать. В боевом бюджете, в боевой программе, конечно, скорее всего, это понадобится. Но опять это стандартный функционал. Функционал здесь не стал усложнять его. Пока достаточно. Вот остальные абсолютно типовые статьи. Есть еще вкладки, но мы до них дойдем по очереди. Сейчас давайте степ-бай-степ. Следующее. Бюджеты, статьи бюджетов мы с вами заполнили. Необходимо сделать сценарий бюджетирования. Есть предопределенные сценарии, такие как фактические данные, исполнение бюджета. И для плановых данных я завел еще оперативный, месячный плановый бюджет. Давайте провалимся сюда. Формируется кнопочкой «Создать». Здесь все просто. Наименование, в какой группе, валюта. Важный момент. Прогнозные курсы валют. Вот здесь обязательно необходимо заполнить прогнозные курсы. Я кнопочкой «Создать». Давайте нажму. Маленькое вот такое окошечко. Вот период, с какого времени начинается. Выбор валюты. Но я выбрал USD. Вы выбирайте свою функциональную валюту или валюту управленческого учета, которая вам необходима. Ставлю курс. Условность 78. Кратность единицы. И с какого периода я с начала года. То есть курс у меня на весь год здесь указывается. Заполнили этот сценарий. И по этому сценарию мы сегодня с вами будем выполнять, настраивать бюджеты. В принципе, подготовительные работы для начала формирования бюджетов мы с вами сделали. Сформировали модель бюджетов, завели статьи бюджета и сценарий визутирования. Давайте перейдем в модели бюджета и начнем формировать сами бюджеты. Для этого в виды бюджетов входим. Можно войти отсюда через модели бюджетирования. Можно это сделать через настройки справочника прямо непосредственно в пункт меню вида бюджета. Кому как удобнее. Я по инерции делаю это через моделирование. Мне так проще. Но это дело субъективное. Кому как удобно, как я сказал. Продолжаем настройки. Мы с вами на главном окне указываем наименование бюджета, в какой модели бюджета он привязан, способ планирования, на фиксированный период либо на скользящий. Скользящий, как правило, делается короткий, условно, на квартал. И он сдвигается по мере необходимости. Довольно не так часто он исполняется. У всех по-разному. В моей практике больше все-таки фиксированного периода. Год. Граница фактических данных. Граница фактических данных предполагается внутри периода бюджета. Что это значит? Есть возможность располагаться до начала периода бюджета. Что это значит? Если мы берем второй вариант, располагается до начала периода бюджета, это значит, что бюджетный процесс мы можем начать за какой-то временной лаг. За месяц, за два, за три, до реальных получения фактических данных. В принципе, только в этом различия. Ну, у всех по-разному. В моей практике, честно говоря, тоже не было. Как правило, делается все упрощенно в пределах планового периода, прогнозного периода. Вы выбираете по своему желанию, естественно. Точнее, по необходимости бизнеса. Основной способ – табличный ввод. Сейчас мы увидим, что такое. Ну, простых здесь, в общем-то, интуитивно понятны настройки, поэтому с ними легко разобраться. Очень важно вот эта галочка «Использовать для ввода плана». Так как у нас это плановые данные, то эту галочку необходимо установить. Но мы ее не будем устанавливать, когда будем делать планфактный анализ. Потому что планфакт – это уже не планирование, а это уже отчет по результатам плановых бюджетов и фактических данных. Соответственно, установив эту галочку, мы в системе показываем, что это именно плановый бюджет, где мы руками вводим некие плановые значения. Структура бюджета. Вот это то, что я имел в виду, что это дружественно к пользователю системы. Мне очень нравится, как она настроена. Здесь все очень просто и предельно лаконично. Как это работает? Давайте мы посмотрим. Здесь ничего не будем ломать, а перейдем к модели бюджетирования. Я специально не стал настраивать бюджеты доходов и расходов. Для того, чтобы с вами посмотреть. Начальная страничка. Здесь нет необходимости останавливаться. Здесь просто. О структуре бюджета. Видите, она у нас пустая. Для того, чтобы мы могли что-либо с вами строить, необходимы кирпичики. То есть, давайте мы сначала заведем статьи бюджета. Для бюджета доходов и расходов. Я их не заводил. Специально, чтобы мы с вами могли что-то посмотреть, как это делается. Создать. Ну, давайте. У нас первая выплата заработной платы. Давайте с нее и начнем. Восходную заработную плату. С вашего разрешения я не буду дополнять статью, чтобы не тратить время. Дети тоже более быстро. По начислению фондов. Так. Сейчас, секундочку. Здесь, в принципе, больше можно ничего не делать. Записать и закрыть. Так как мы просто упрощенно это делаем, через F9 копирую статью. Так. Расходы на заработную плату. Оплата поставщику. Давайте расходы на материалы сделаем. Расходные материалы, BDR, все. Расходные заработные платы, расходные материалы. Так. Ну, давайте две статьи не будем опять усложнять, чтобы ваше время не затрачивалось. О, извините. Уже не надо здесь это. Я обновил просто картинку. Вот у нас появились затраты, расходы по статье затрат по BDR. Вот. Это источники данных у нас. Точнее, не данных, а источники. Кирпичики, из которых мы будем строить наш скелет бюджета. В правой половине это вот сам бюджет, который мы будем устраивать. Сначала. Самое удобное – это табличная форма. Просто берем левой кнопкой мышки и я перетягиваю эту таблицу сюда. Здесь есть варианты. Здесь есть варианты. Стандартный, самый простой – это когда показатели и строки и статьи в строках. Вторая – когда показатели в колонках и статьи в строках. И третья – это смешанная. Более сложная, довольно достаточно удобная. Но сегодня возьмем стандартную форму, создать таблицу. Появились колонки, строки, настройки. В колонках у нас суммы – это предопределенный показатель. И периоды. Давайте посмотрим периоды. Измерения. Так, измерения, период, месяц. Месяц также перетягиваю в колонку. Теперь у нас будут все периоды. Все, выбираем все периоды, пока явились месяцы. Строки. Сюда мы перетягиваем наши статьи. Строка. Строка. Вот. И, в принципе, есть возможность, некие итоговые данные, ну, или показатели. Давайте сделаем еще одну настройку. Это показатели бюджетов. Вебинар. Я для движения денежных средств сделал денежные средства. А здесь давайте итоги. Или финансовые итоги. Очень условно, естественно, у вас свои формулировки. И на итоге. Немножко не очень красиво, но вовсе не. Так, переносим финансовые итоги точно так же в строки. Так, давайте поднимем на дверь. Вот. Встало. Теперь финансовые итоги. Это расчетный показатель. И его желательно настроить чуть больше. В финансовые итоги. Вот мы проваливаемся в строчку. И можно связи показательно настроить. Вот помните, я вам говорил, что зависимые обороты. Вот здесь как раз, в принципе, есть возможность внутри одного типа сделать связи. Влияющая статья бюджетов у нас. Статья БДР. Расходы на заработную плату. Выбрать. Какое влияние? Расход. Ставим расход. Записать и закрыть. Создать еще. У нас еще одна статья. Вебинар. БДР. Расходы на материалы. Выбрать. Записать и закрыть. Ой, извините, расход. Извините. Естественно, это тоже расход. Если бы мы с вами сделали статью выручка, вот тогда мы оставили бы приход. Здесь ее тоже дополнили и оставили бы приход. Все, показатель финансовые итоги настроили. Значение оборот. Программа сама сделает арифметические действия по суммированию и вычитанию соответствующих стилей из настроек. Приход, расход. Здесь все понятно. Вот, в принципе, мы с вами очень быстренько сделали бюджет движения денежных средств. Ой, бюджет доходов и расходов, извините. Давайте его проверим. Проверить вид бюджета. Просит запомнить, наверное, естественно, запоминаем. Обнаружены ошибки. Очень хорошо, очень удобно проверять. В настройках статей указываем доступность к организации. Так. Что это значит? Для каждой статьи необходимо указывать еще аналитики. У нас уже 31 минута. Очень быстрое время бежит. Это связано, вот эта ошибка, с настройками статей. Давайте мы... Я показал, как, в принципе, настраивается сама скелет бюджета. Вот. А эти настройки... Просто не успею. Давайте посмотрим, как это сделано на бюджете движения денежных средств. Здесь я за рамками вебинара настройки сделал правильные. Здесь работает все. Давайте дальше посмотрим, как это работает на преднастройках. Сформировать бюджет. Вот то же самое, в принципе, я сделал. Только я сделал денежные средства в трех видах. Начальные остатки, чистый денежный поток и конечный остаток. Это все те же самые денежные средства. Только внутри я настроил правила получения этих данных. Вот для начального денежного... А для начального остатка значение начальные остатки нельзя. Вот. Пожалуйста. Денежные средства. Настроены. Правила получения фактических данных. Так как мы будем план-фактный анализ сделать. Вот. И связи показателя. То, что мы с вами сейчас сделали, то же самое. Расход-расход, приход-расход. В принципе, все это сделано. Вот. Все настройки все правильные. Завершить редактирование. То же самое с чистым денежным потоком. Здесь оборот, а здесь конечный остаток. В настройках. Давайте провалимся сейчас посмотрим. Вот. Значение конечный остаток. Это из предопределенного перечня запросов настроек. Конечный остаток. Все. Здесь тоже все работает. Давайте проверим вид бюджета. Проверить. Да. Ошибок нет. Здесь все хорошо. Мы из этой формы сможем посмотреть вид отчета. Давайте это сделаем с вами. Более того, мы в принципе… Так, секундочку. Продолжение следует... Я смотрю, что не сработало. Оплата заработной платы. Продолжение следует... Извините. Все нормально. Проверю быстренько. Проверить вид отчет еще раз посмотрим. Показалось, что не сработало. Нет, все нормально. Вот так видит внешний вид нашего бюджета движения денежных средств. И из этого к нам мы сможем создать экземпляр бюджета. Давайте сценарий. То, что мы с вами сделали, подготовили оперативный, помесячный организация. Я условно ввел организацию бюджетирования ООО. И здесь все настроено. Период с 1.01 по 31.12. Все. Бюджет. Смотрим. У нас три показателя расчетные. Это начальный остаток денежных средств, чисто денежный поток и конечный остаток. Они серым светом. И то, что мы вводим вручную, это давайте введем, посмотрим. Начальный остаток, то есть оплата, заработная плата. Ну, допустим, 80 тысяч в месяц. Начисление оборотов 30.02, это, там, по-моему, 24.160. Совокупное начисление оплаты поставщику, ну, условно, давайте 250 тысяч. Чтобы не затрачивать слишком много времени на ввод данных, мы вот эти указанные данные можем продлить на всю структуру бюджета через вот эту кнопочку. Все, у нас продлилась вся цепочка значений и произошел расчет. Но, кроме первого вот этой ячейки, система настроена таким образом. Что первые данные, даже в планах, в бюджетах, берутся из фактических данных. То есть программа должна взять фактический остаток денежных средств в системе. Вот начальный остаток. Но мы его не получили. В чем проблема? Давайте с вами проанализируем. Проблема, на самом деле, она довольно проста. Нам необходимо зайти в бюджет наш, в конструктор. И вот начальные остатки, давайте в показатель провалимся и увидим отборы в сценарии. У нас указано, что мы отбираем по организации. Помните, я вам специально галочку показывал. Соответственно, нам необходимо определиться, определить в дополнительном отборе. Нам здесь необходимо показать организацию. Но так как демоверсия, и я данных не вводил, я не буду сейчас показывать данные, какую конкретную организацию, я возьму денежные средства, которые есть в системе. То есть она без указания организации просто возьмет все. Все денежные средства, остаток по всей системе. Давайте вот завершим редактирование и посмотрим, что у нас получилось. Экземпляр бюджета. Давайте мы его закроем без сохранения и быстренько сформируем новый. Это время много не займет, так как у нас детей мало. Вот смотрите, у нас сразу же появились остатки. И остаток начала периода, как мы с вами и говорили. Я продлеваю на всю цепочку. И мы получаем все расчетные данные. Все у нас бюджет движения денежных средств в принципе с вами сформирован. Сформированы показатели. Мы в показателях настройку сделали зависимость. То есть вот этот показатель числа денежных потоков зависит от начального остатка и от движения. Ну и в формуле это все проставлено. Ну точно так же и конечный остаток. Все это мы с вами посмотрели. Давайте мы запоминаем провести и закрыть. Так, с вашего разрешения я переключусь, посмотрю, нет ли. Так, вопросов много, но такие рабочие. У нас запись ведется. Вы, в принципе, запись этого вебинара потом сможете получить. Итак, мы с вами сформировали плановый бюджет. Вот мы его сможем увидеть с вами и экземпляры бюджета. Вот наш экземпляр бюджета, который мы настраивали. Вот он проведен, он уже в системе есть. Вот. Нам необходимо сделать планфактный анализ. Для планфактного анализа я специально взял зарплату, потому что там есть дополнительные настройки. Давайте мы посмотрим дополнительные настройки очень быстренько, какие необходимы, чтобы у нас и факт с вами отразился. Я не стал умничать, позвал сотрудника Иванова Иван Иванович и по нему, соответственно, сделал настройку. По нему оклатный, оклатная выплата заработной платы. Здесь, в принципе, особо ничего не нужно настраивать. И кроме одного, оплату у него по... Ой, пришел... Через кассу. Вот. Не стал делать зарплатный проект, чтобы не усложнять задачу. Но в организации, в настройках организации необходимо эти... Необходимо эти настройки указать. Давайте мы посмотрим быстренько, где они настраиваются. Бюджетирование. Так. Зарплата и кадры. Так. И... Выплата заработной платы. Через кассу. Видите, галочку поставил. Через кассу. Касса одна. Вот, в принципе, можно указать, но она одна. Вот, через кассу записать и закрыть. Соответственно, мы с вами сначала делаем настройку структуры. Потом фактические данные ведем по выплате заработной плате. И посмотрим, как у нас отрабатывает. Зашел план-фактный анализ. И помните, мы должны убрать галочку. Так как у нас это не плановый бюджет, это уже отчет. Дальше все... Реквизиты интуитивно понятны. Кроме способа планирования за фиксированный период. Ну, здесь тоже все понятно. Структура бюджета. Переходим. Точно таким же образом из левой половины в правую перетягиваем необходимые данные. Но есть особенности. Нам необходимо сформировать не по статьям, а некую показатели. Мы группируем каждый показатель через вот этот пункт меню группировки. Я также перевожу в строки. У меня появились группы. Группы я запомнил по тематике, по названию статьи. Оплата, заработная плата. И дальше производный показатель. Точно так же перетягиваю. Он пустой. И когда я перетяну, здесь я его настраиваю. Проваливаюсь в показатель. Дальше. Какой показатель? Мы берем наши статьи. Оплата, заработная плата. Вот она. Я его сюда перетяну. И отсюда я добавить форму. Давайте здесь я уберу. Добавить форму. Она появилась внизу здесь. Проваливаюсь в саму статью, потому что необходимо сделать настройки здесь. И указать сценарий. Мы сначала делаем план-фактный анализ. То есть мы сравниваем план с фактом. И мы сначала в первой строчке указываем сценарий. Оперативный, месячный. Вот мы его указали. Закрываю. Да, закрыть и не запоминать. Это у нас плановые данные. Дальше я точно так же переношу еще один производный показатель. Проваливаюсь в факт. Точно так же добавляю ту же самую статью. Оплата, заработная плата. Нажимаю добавить форму. Проваливаюсь сюда в формулу. Захожу внутрь статьи. И указываю фактические данные. Вот сценарий по фактическим данным. У нас теперь будет два показателя. Плановое и фактическое. Все замечательно мы с вами сделали. Но теперь еще два показателя. Нам необходимо вычислить отклонение абсолютно и относительное. Для этого реквизит формула. Я также мышкой перетягиваю в нашу группу оплаты, заработной платы. У нас она здесь появится. Проваливаюсь сначала. Два раза это делаю, чтобы две формулы. И вот формула отклонения. У нас здесь есть предопределенное значение. Сначала простое отклонение. Выбираю. И пишу здесь абсолютное отклонение и отклонение абсолютное. Во втором выбираю формулу. Уже процентное отклонение. И пишу здесь относительное отклонение в процентах. Я внизу специально не сделал оплату поставщику. Давайте то же самое быстренько с вами проведем. Вот провалилась одна. Только у нас не сумма будет, а отклонение. Отклонение абсолютное. Так, давайте аналогию сделаем. И еще одна формула отклонения относительное. Все, мы с вами сформировали бюджет планфактный, бюджет отчет планфактный анализ. Записать, проверить вид бюджета. Ошибок нет, окей, все замечательно. И посмотреть вид отчета можно отсюда. Плановые данные у нас некоторые есть. Это заработная плата и оплата поставщику. Почему только август? Все просто. Настройки. Мы здесь удлиняем наш период. При формировании бюджета внизу, прошу обратить ваше внимание, есть три галочки. Они довольно интересны. Можно брать все бюджеты к утверждению в подготовке, либо более строго только утвержденные. Давайте все возьмем. И галочка «Скрывать ячейку от поля настройки». Я поставил галочку, давайте еще раз сформируем. И это поле у нас уйдет и не будет нам мешать. Плановые данные наши появились. Давайте введем и фактические данные. Я вам говорил, что сформировал по зарплате. Хочу показать, как делается, как работает лимитирование. Переходим в журнал. Заявка на расходы и денежные средства. Здесь формирую просто заявку «Создать». Я ее создал уже, сейчас не буду создавать. Заявка на расходы и денежные средства. Стандартная настройка. Интуитивно понятно, не будем сейчас на них останавливаться. Статья. Выплата заработной платы. Я сделал начисление сначала заработной платы. Это тоже стандартный функционал. Нет, у нас времени на это сейчас рассматривать. Но он простой. Выбрал нашего сотрудника, Иванов Иван Иванович. И к выплате 87 тысяч. Помните, у нас в бюджете 80 тысяч. Давайте посмотрим, к чему это приведет. Я специально несколько увеличил. Заявка на расходы и денежные средства. Мы ее проводим. Проводим. Вот. Давайте посмотрим, как она у нас выглядит теперь. Так. А, все правильно. Провести она не позволит, потому что, вот он говорит, заявка не может быть проведена сверхлимитно. Это мы сразу же увидим на вкладке основной. Давайте еще раз попробую провести. Так как у нас лимит превышен, у нас в плане 80 тысяч, мы указали 87, программа не позволяет это сделать. Точнее, она позволит с дополнительными настройками. Она предлагает поставить галочку сверхлимита. Если у вас, у пользователя есть права доступа, и в правах прописана возможность сверхлимитных заявок оформлять, то у него есть возможность. Я сейчас под административным правом, поэтому, извините, у меня есть такая возможность. Провожу. Вот, все у нас справилось. И нам необходимо с вами, чтобы у нас фактически данные отразились, сделать еще расход. Да, вот расходный кассовый ордер. Я его тоже подготовил. Вот, расходный кассовый ордер. 87 тысяч. У нас все с вами совпадает. Давайте я провожу его. Вот, провести и закрыть. И посмотрим, что у нас с вами теперь произойдет с бюджетом. BDS, план, факт. F5 обновить, сформировать. Так, смотрите. Угу. Угу. Причина не прошла. Хотя лучше проверял, проходила. Так. Казачейство расходный кассовый оближаем. Вот, смотрите. Ведомость на выплату заработной платы. Я сделал ведомость в кассе. Мне указана ведомость на выплату заработной платы. Нужно сформировать ведомость на выплату заработной платы. зарплата здесь сформировать ведомость на выплату заработной платы вот ведомости на выплату заработной платы а тогда она будет сработает она здесь подтянется автоматически потому что я укажу ведомость эту кассу вот к сожалению сейчас уже нет времени вам демонстрировать но это работает более того я в принципе фактические данные для вас подготовил чтобы вы могли посмотреть фактические данные я ввел специально вы в июле документ оплата вот фактические данные оплаты поставщику вот они здесь появились фактических данных и появились отклонения план фактные отклонения на 80 тысяч в принципе все это работает вот план фактный анализ соответствующим образом работает я хочу вам я уже немножко начинаю торопиться хочу показать еще два момента очень важных программа имеет возможность сформировать регламент по выполнению бюджетного процесса давайте пройдем модель и вот план подготовки бюджета вот он давайте пройдем сюда и посмотрим что у нас здесь есть я несколько пунктов ввел вебинар ежемесячно последовательно ввел я не три пункта формирование бюджетной комиссии утверждение модели бюджетирования вот планового значения бюджетов естественно этот план расширяется до необходимого количества пунктов их может быть бесконечно множество давайте провалимся в любой этот план посмотрим из чего состоит какая группа порядок номер один интерактивно выполнение пользователем это значит программа будет отслеживать выполнение ответственной длительность три календарных дня действия вид бюджета при выполнении при запуске процесса программа будет в отслеживать календарные дни и выполнение этого плана и направлять соответствующему пользователю по электронной почте уведомления уважаемая наталья александровна вам необходимо сделать то 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 естественно текст этого сообщения настраивается настройщиками вот для того чтобы запустить этот процесс точнее чтобы он работал его необходимо запустить как это делается бюджетирование планирование вот монитор бюджетных процессов здесь когда у нас все это заработает появится перечень пунктов меню плана и программа будет отслеживать выполнение этих бюджетов давайте мы я условно запущу процессы создать модель выбираем бюджеты и организации группа этапов вебинар период ну пусть месяц бюджетный процесс вот запускаем наш бюджетный процесс вот процесс пошел вот наши пункты меню пошел процесс исполнения у бюджета и соответственно программа будет отслеживать на сроки исполнения если все хорошо ругаться не будет если что-то будет не нравится то в зависимости от окраса будет формировать хорошие или плохие вот обозначение вот и из этого из цвета соответственно просроченная не просрочно все хорошо ли все плохо вот таким образом работает система к сожалению большая пришлось галопом по европам но в принципе все основное что хотел показать в общем-то показал теперь коллеги я переключаюсь обратно на наш монитор вот еще один слайд он очень условный показал что в общем-то все достаточно просто в системе нет нет широкой такой большой палитре возможностей функциональной хотя основные показатели все-таки основные основной функционал все-таки есть коллеги готов отвечать на вопросы давайте сейчас я посмотрю так нет я наверно оставлю программу посмотрю ваши вопросы коллеги будьте добры если плюсики поставьте если все слышно было все нормально не было где-то прерывали спасибо так вы не возражаете если мы немножко задержимся потому что но совсем лимиты маленькие я просто постараюсь ответить на вопросы на ваши если кто-то не может но значит выходить из вебинара запись вы потом сможете получить каким образом планируется разослать вебинар но у организаторов есть ваши контакты вот я предполагаю что будет рассылка но мы попросим руководителю ирину пархомез ответить но я думаю что ваши контакты вы когда анкета заполняли ваш контакты были я думаю это будет рассылка как обычно это делается в общем-то бдс бдр представлены как два независимых бюджет и их возможность связать к сожалению вот через зависимые обороты связать невозможно либо это получится как это из старого детского анекдота как бульдога с носорогом независимые вещи здесь зависимые обороты к сожалению можно только однотипное делать либо внутри бдс а либо внутри бдр надеюсь ответил на вопрос связаны ли кассовые ордеры заявкой на расход нанесе до связано меня в кассовом ордере можно и указывать заявку на расходу недельных средств более того есть предопределенная установка которая либо разрешает либо запрещает проводить оплату без заявок если стоит галочка без заявок нельзя соответственно да в кассом ордере указывается четко заявка я вот сегодня показывал я эту заявку оформлял и указывал так оконечный оконечный остаток в бдс считается без без учета начальность нет с учетом начального остатка и я вам показывал что если изменить настройки то есть убрать отбор по организации то сразу же начальный остаток если все правильно в системе настроена и нет мусорных данных до эффективных то тогда программа нормально будет отрабатывать если вы будете отбор делать по конкретной организации здесь все в порядке так почему вы не показываете аналитику я полностью с вами согласен это очень важный очень важный этап да очень важный элемент но времени настолько мало ведь и без аналитики то я не успеваешь в принципе на это наверное на самом деле вот учет по аналитикам и настройка по аналитикам это отдельный вебинар и боюсь даже в час не уложимся там более серьезно это надо обращаться к руководству чтобы прям назначать отдельный вебинар тема очень серьезная и к ней надо максимально серьезно относиться вот в vrp и в управлении холдингом там не то чтобы своеобразно а как-то по-своему это настроен механизм и с ним надо разбираться и просто так вот сходу лучше не показывать чтобы не вводить вас заблуждение нужна отдельная тема поэтому извините не показал да почему не показывать аналитику от нескольких вопросов какие фишки отличия бюджетирования от 24 вы имеете ввиду андрей если вы имеете ввиду если вы слышите меня вы имеете ввиду отличие релиза или отличие вообще программы релиз 2.4 это тоже по моему ерпи а сейчас у нас 25 ну наверное да отличие от релиза не там каких-то серьезных отличие прям кардинальных я честно говоря не помню вот они больше относятся наверное к бантикам чем каким серьезным отличием сейчас не готов сказать в памяти не входят что-то такое прям кардинальное записи вебинара будет да безусловно так ну вроде бы по всем вопросам на самом деле у вас так да вот есть шифровка андрей спасибо ну в принципе я могу подумать вспоминать ну где-то свои записи просмотреть и релизы и описание релизов в принципе посмотреть если там какие-то глобальные отличия ну чтобы прям давайте так я для ирины для руководителя подготовлю эту справочку по глобальным отличиям версии 2425 вот и она вместе с видео сделать эту рассылочку если не возражать вот по такому пути пройдем да вот я вижу что заинтересованность в аналитиках и в рассмотрении этого вопроса есть он действительно очень важный вопрос наверное один из самых важных и более того его нужно делать совершенно точно до начала всех этих вебинаров а бюджетирование это те базовые настройки тот фундамент на основе которого все будет дальше выстраиваться и но если руководство решит возможно сделать отдельный вебинар по аналитикам ну да он будет очень полезен более того этот вебинар вообще лучше сделать не привязки не только привязки к ERP а это фундаментальный такой вебинар касаемо вообще методологии настроек и всего этого процесса вот я к нему как сам аналитик методолог очень серьезно отношусь независимо от того в какой программе работаешь даже самый простой я всегда начинаю с фундамента и вот как раз настроек аналитик очень важно а 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 спасибо это в принципе может быть интересно и как раз в помощь подготовки по аналитикам по статьям замечательно опять руководство рассмотрит я думаю при необходимости свяжется с вами коллеги если еще есть вопросы ну давайте пару минут подожду ну и будем заканчивать какие отличия между 1С управлением ходилогом и ERP ну на самом деле они настолько глобальные эти отличия и даже в процессах бюджетирования что это вот прям даже не вебинар это отдельный семинар отличия главные вот самые самые основные это в том что 1С ERP весь учет строится на данных оперативного учета да это это главное это основной это костяк а в 1С управление холдингом весь учет управлением строится на данных регламентированного учета это существенная разница прям очень и очень большая далее вот если касаемо бюджетов в 1С ERP нет плана счетов бюджетирования то есть нет двойной записи и тот же прогнозный баланс можно построить только на остатках которые формируются вот показателями и соответственно данные бюджетирования не записываются в регистры накопления это хранится в виде отчетов до плоских что очень сильно усложняет задачу по более сложных настроек но естественно более сложных строек прогнозного баланса в 1С управление холдингом здесь в этом плане все в порядке данные записываются в регистре там можно строить и сложные бюджеты вот и более широкая возможность настроек источников данных несравнимо более сложной чем в ERP но это абсолютно несравнимая программа в плане управленческого учета но управление холдингом не умеет строить эти самые учет по производству да это программы для разных целей если 1С ERP усилить управление холдингом вот это вот симбиоз такой реально очень мощный более того 1С уже выпустил такой релиз он так и называется 1С ERP управление холдингом где эти две программы соединены во единое целое получился ну такой космос очень серьезный очень мощный планируется в качестве развития системы все-таки сделать связь между статьями БДР и БДС честно говоря в ERP я не слышал про это по одной простой причине есть совершенно другой продукт 1С ERP управление холдингом где все это уже готово соответственно если вы хотите более сложную систему бюджета и более сложную более совершенную систему формирования управленческой отчетности вам необходимо выбирать 1С ERP управление холдингом либо ну тут я не представляю ничьи интересы я выступаю как аналитик либо вам не управление холдингом а очень похожую программу внешнего вендора сделать это 1С не 1С а программы битфинанс разработчиков первый бит вот битфинанс тоже очень мощная серьезная программа это такой прямой конкурент 1С управления холдинга по формированию управленческой отчетности бюджетированием СФО вот битфинанс точно так же прекрасно адаптируется и работает с 1С ERP какую из этих программ выбрать ну это битфинанс добро пожаловать замечательно очень хорошо знаком с этой программой поэтому в принципе очень положительно от нее отношусь отзываясь еще раз говорю я не рекламирую чу-либо сторону я просто стараюсь объективно говорить что и 1С управление холдингом битфинанс замечательные программы они абсолютно разные они очень сильно отличаются интерфейсом но они обе мощные такую выбрать только после предпроектного обследования на словах сказать невозможно коллеги большое спасибо всем слушателям спасибо за ваши вопросы контакты нашего руководства у вас есть любые запросы любые пожелания присылайте будем рассматривать и будем как-то реагировать а а а а а а а а а